В рамках международного конгресса в университетской клинике Казанского университета прошли показательные операции с трансляцией из операционных. На сегодняшний день руководство нашего университета, Казанского федерального университета, создало все условия для того, чтобы эти больные получали адекватную помощь. Снижение численности домовых воробьев с чем это связано и в чем причина? Экономерности связаны с тем, что одни виды увеличивают свою численность, в другие года их численность уменьшается. Погода за окном сменилась аномальной жарой, однако это не всегда благотворно влияет на организм человека. Когда жарко, абсолютно не хочется работать, хочется пить холодный лимонадик, сидеть в парке и достаточно сложно находиться в офисном помещении. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Во второй день своего рабочего визита в Республику Узбекистан делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила Джизакскую область. В ходе встречи обсудили возможные варианты дальнейшего эффективного сотрудничества в научно-образовательной сфере, в том числе в проект создания филиала Казанского университета на территории Республики Узбекистан. В рамках Международного конгресса в университетской клинике Казанского университета прошли показательные операции с трансляцией из операционных. Смотрим! В мире с каждым годом становится все больше больных с почечной недостаточностью. Необходима процедура гемодиализа. Гемодиализ – очищение крови с помощью аппарата «Искусственная почка». Аппарат берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных на 15-25 лет. Мы, собственно, будем сегодня возвращаться к АЗАМ, начинать с того, как вообще формируется фистула артериевенозная для гемодиализма, как ставится катетер, и будем лечить ряд осложнений. Мы лечим больных, страдающих почечной недостаточностью. Они получают лечение на аппарате «Искусственная почка». Собственно, суть процедуры в том, что у них забирается кровь, прогоняется через фильтры, очищается, очищена, возвращается обратно. В процессе гемодиализа происходит очищение крови вне организма с использованием специального фильтра, который называется диализатором. При проведении процедуры гемодиализа требуется очистить от токсинов большой объем крови за относительно короткий период времени. Больные сейчас живут долго, 30-40 лет на гемодиализ, в соответствии с это время через день они получают процедуру. Поэтому нам надо сделать такой доступ, чтобы он был обеспечен, этот пациент обеспечен, годами на этом доступе спокойно лечился, адекватно себя чувствовал. В Татарстане в год таких операций проводится около двух тысяч. Опыт у врачей довольно большой. В сравнении с позапрошлым годом, когда было проведено около 280 таких процедур, в прошлом году уже 360. Другими словами, растет количество болеющих. На сегодняшний день руководство нашего университета, Казанского федерального университета, создало все условия для того, чтобы эти больные получали адекватную помощь. В принципе, у нас есть все условия, созданы. На сегодняшний день мы практически 7 дней в неделю оказываем эту помощь этим больным. Каждым годом улучшается качество диализа. Больные живут уже не 10-15, а 20-30 лет. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюс. В работе делового форума «Татарстан-Узбекистан» приняла участие делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в рамках своего рабочего визита в Республику Узбекистан. До начала форума состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Республики Татарстан в национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр». Свою экспозицию представил и Казанский университет. Стенд КФУ посетили президента Татарстана и вице-премьер Республики Узбекистан. В последние годы по результатам исследований происходит снижение численности домовых воробьев. По какой причине это происходит, выяснял наш корреспондент Энжей Менебаева. На территории не только Татарстана, но и в европейской части России обитает два вида воробьев. Домовый воробей, который традиционно всегда был соседом человека. Второй вид – полевой. Его место обитания – это сельская местность, места, где есть естественные насаждения. По словам Ильгизара Рахимова, сейчас количество домового воробья сократилось, и это место занял другой вид. Речь идет не только о воробьях, в целом о состоянии, скажем так, видов в природе. И поэтому, конечно же, этот вопрос не может быть неинтересным для специалистов-биологов. И главное тут вот в чем. Мы об этом уже говорим, о том, что в природе существуют определенные закономерности. Закономерности связаны с тем, что одни виды увеличивают свою численность, в другие года их численность уменьшается. Этот процесс вполне закономерный и существовал еще до появления человека на нашей планете. Именно по этому природному закону и обитают виды, и взаимодействий от человека здесь нет. Хотя некоторые факторы в данном случае могут сыграть определенную роль, ну, как бы на фоне общего спада численности, они еще сыграют свою роль. Ну, например, воробьи где питаются у нас в городе? В основном около пищевых бачков и так далее, там, где скапливаются отходы с нашего стола и так далее. Сейчас, вы знаете, баки в большинстве случаев закрыты, это раз. Во-вторых, их не выносят с огромными кучами, скажешь, на улицу и так далее. Нигде это не скапливается. Поэтому, соответственно, ну, кормовая база, вот, в лице дополнительной, дополнительной прикорма, в лице пищевых отходов, это, по сути дела, сейчас отсутствует. Ильгизар Рахимов уверяет, что пройдет 3-4 года, и численность домового воробья в соответствии с законами начнет постепенно увеличиваться. И все встанет на свои места. Энджи Минебаева, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Институте физики Казанском федерального университета состоялось вручение именных стипендий академиков Российской академии наук Рольда и Ренада Сагдеевых. Стипендии были удостоены студент первого курса магистратуры Киселев Глеб и студентка второго курса магистратуры Исхакова Алина. Стипендии Хабибулина была удостоена студентка пятого курса Ефремова Полина. Именные стипендии академиков Российской академии наук Рольда Динуровича и Рената Динуровича Сагдеевых вручаются с 2012 года студентам и магистрантам Казанского университета, имеющим отличную и хорошую успеваемость, проявившим себя в научной деятельности в области физики и химической физики. Погода за окном сменилась аномальной жарой. Как меняется работоспособность человека, какие советы могут дать психологи для улучшения состояния и какой прогноз погоды на ближайшие 10 суток ожидает казанцев, узнавал наш корреспондент Алия Шекерзянова. Гидрометцентры России прогнозируют, что июнь будет выше нормы по температуре примерно на 1 градус. Многолетние нормы для июня составляют 18 градусов. Если прогноз оправдается, среднемесячная температура поднимется до 19 градусов. Раз в 5-7 дней происходит смена циклона антициклоном. В то же время нельзя сказать, что вот если у нас была теплая погода последние несколько дней, то обязательно следующие несколько дней будут отличаться в холодную сторону. А так сейчас конфигурация барийского поля такова, и синаптическая ситуация такова, что в ближайшее время мы опять попадем под действие барийского гребня, когда температура будет достаточно высокая, будет безоблачно, то есть дневной прогрев будет преобладать, и будет действительно жаркая погода. Психологи утверждают, что есть взаимосвязь между состоянием увеличения тревоги, панических атак и высоких температур. Температура и жара могут повлиять на устные способности человека, в частности на снижение концентрации внимания, из-за того, что могут наблюдаться такое явление, как гипоксия, когда страдает кровообращение головного мозга, нехватка кислорода наблюдается, и действительно это может влиять на концентрацию внимания. Советов по улучшению самочувствия довольно много. Самые простые из них – поменьше бывать на солнце, проветривать помещение, обращать внимание на свое состояние и быть с близкими людьми, которые могут оказать вам поддержку. Также наш телеканал узнал, как чувствуют себя жители города в жару. То есть, когда жарко, абсолютно не хочется работать, хочется пить холодный лимонадик, не знаю, сидеть в парке. И, ну, достаточно сложно находиться в описанном помещении. Несмотря на то, что открыты окна, открыта дверь, то есть у тебя сквозняк, но все равно делать ничего не хочется. А еще вот люди, которые диплом получили, радуются, кричат, работать невозможно. Я больше люблю солнце, жару и лето, нежели дождь, пасмурную погоду и снег. Комфортно в солнечной погоде, но когда не жарко. Но мы сами себе создаем погоду, поэтому надо пить воду, надо прятаться в тенек, надо одевать кепочки, панамочки, и тогда все будет прекрасно. Нормально переношу, лучше, чем холодно. Люблю жару. Сегодня очень такая погода благоприятная, я считаю. Очень хорошо себя чувствуешь в такое время. Ну, и не жарко, и не холодно. Тимур Ауходеев отмечает, что на ближайшие 10 суток погода будет также аномально теплой. Алия Шакирзянова, Фарид Захитуглу, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok